Начинаем тогда, друзья. Меня зовут Сергей Чироков. Всем доброе утро. Начинаем сегодняшнее занятие. У многих возник один вопрос, один и тот же. Так, только одни рамки. Интересно, почему рамки видно? Не знаю. Рамки видно. Почему? Не знаю. Видимо, комната показывает. Я даже не знаю, почему. Троишься? Ну да, троюсь, потому что... Да, вот так будет все видно. Так будет все видно. Так, хорошо. Значит, возник такой интересный вопрос в сайт. Когда вы вставляете форму, она получается не цветной, а без оформления. Значит, как сделать с этим оформлением? Возьмете код, который вам дали. Вот он код у меня в редакторе. Вот он код. Что в этом коде вам надо? Я его сейчас скопирую, как есть. И вставлю в редактор, и вы увидите, что получается. Вообще, я его удаляю. Беру текстовый виджет. Здесь выравнивание, стиль по центру. Вставляем инструменты, исходный код, и вставляем. Вот обратите внимание, что в этом коде такого. Значит, здесь собраны и стили. Стили находятся... Они так и называются. StyleTek. Text.Drop.CSS. То есть, вот этот стиль начинается со слова StyleT. И заканчивается косой чертой Style. Вот этот стиль внешний. Он подключаемый из самого JustClick. И еще стили есть, которые настраиваемые. Он находится ниже. То есть, StyleTекст и вот это ниже. И заканчивается тоже касая черта Style. То есть вот эти стили, они сейчас уйдут после того, как я нажму кнопку сохранить. Вот я сейчас нажимаю кнопку сохранить. Нажимаю сохранить страницу. Сейчас увидите, что получится. Так. Убираю вообще все. Что происходит с толчкой? Что atualmente происходит? Что такое происходит с толчкой? Супер? Что происходит с талтой стороны? Ага! Супер об он талантливый год? То есть, когда вы просто скопировали и вставили, получается вот так, как у меня. То есть, без оформления, потому что нету стилей. А что в итоге получается? Когда вы в следующий раз зайдете на ту форму, куда заходили, то есть, кликнули вверху инструменты, исходный код, то здесь код будет уже немножко другим. В этом коде будут отсутствовать сами стили. А теперь как добавить стили? Берете тот же самый код, вот он у меня уже скопирован. И в этом коде вверху ищите слово style, tape, равен, text, drop, css. Дальше. Вот такая закорючка, собачка, import, url и вот эта ссылочка. И заканчивается косой чертой style. Вот это внешний стиль. Как его подключить? Теги, которые открывающий тег и закрывающий тег, их не надо скопировать. Вам нужно скопировать все, что между этими тегами. То есть, вот эта собака import, тянем, выделяем и заканчивается на двоеточие. То есть, выделили и скопируете. Теперь дальше. Куда это вставить? Куда это вставить? Идем в веб-сайт. Идем в веб-сайт. С правой стороны значок шестереночки. Выбираете настройка сайта. Здесь вы выбираете CSS. CSS это таблица каскадных стилей. И вставляете. Вставляете. Если у вас все правильно, то никаких предупреждений с левой стороны не будет. То есть, здесь буква i появилась. То есть, импорт будут загружены в стиле, используемые по данному линку. То есть, линк это вот этот URL. Вот этот адрес. То есть, по этому адресу на самом Just Click уже подготовлен какой-то скрипт. Видит таблица каскадных стилей. Дальше. На следующую строчку, на вторую строчку, надо добавить то, что осталось. Следующий стиль. Значит, следующий стиль находится, также начинается style, tape, text, CSS. И заканчивается он, заканчивается в самом низу практически, косая черта style. То есть, перед началом тега table. Все, что между словом style и заканчивается внизу, косая черта style, вот это скопируете. Обязательно, внимательно тут надо быть, чтобы вот эти скобочки скопировать. То есть, выделяете и вот сюда. То есть, вот так выделили, скопировали и здесь вставили. То есть, вот здесь у вас будет такое цветное все и будут некоторые предупреждения. Сейчас, чуть попозже я расскажу, что это за предупреждение. Нажимаете сохранить редактирование. Что в итоге получается? Если было вот так. Теперь я обновляю страницу. Как вы видите, мы добавили стиля. Но форма у нас немножко корявая. Почему? Потому что ребята из Just Click, они что-то сделали не так. Потому что есть предупреждения. Вот эти. То есть, одно предупреждение. Еще предупреждение, еще предупреждение. Вот эти предупреждения, это означает, что если вы включите переводчик. Ну вот, например, вот так. Вот так. Где-то тут перевести. Перевести страницу. Наводите. Вот, наводите. Используйте ширину с прокладкой. Иногда она может сделать элементы больше, чем вы ожидаете. То есть, вот эти элементы, ну, они немножко некорректно. На самом Just Click сделаны. Вот этот элемент тоже самое. Значит, что можно сделать? Что можно сделать? Значит, вот верхняя часть, верхняя часть, она отвечает за ширину. То есть, Width это ширина самого, самой формы. В данном случае она 290 пикселей. Ну, давайте сделаем не 290, а допустим 350. 350. Нажимаем сохранить. Сейчас вы увидите изменения. То есть, форма стала шире. Форма стала шире. И более, ну, так, симпатичнее выглядеть. Так. На этом все. Фактически занятие, которое я хотел сегодня рассказать. Запись идет. Так. Напишите, кому понятно было. Либо непонятно. Кнопка окрасится. Кнопка окрасится, конечно. Кнопка окрасится. И там получаете стили CSS. И вот эти же стили CSS. Их можно и в ручном режиме, вот здесь же настроить. То есть, вот это собственно блок, вот это ширина самого блока формы. Вот это еще за что-то отвечает. То есть, можно поковыряться в коде. Я особо не ковырялся, поэтому, так, наугад. Сейчас, вчера посмотрел, увидел то, что вот эта ширина, ее можно пошире сделать. Вот эту обивку, ну, можно убрать, можно добавить там. Так. Сейчас посмотрим, что с вопросами. Так. Ломка окрасится. Окрасится, да. Людмила, Беларусь. Людмила. Ничего не было видно. Будем смотреть видео. Да, посмотрите видео. Татьяна Голобурдо. У меня вопрос. Вставляю код, а он у меня остается кодом. Вы форму подписки не преобразуется. Не знаете, где это может быть. Так. Значит, код, чтобы у вас был не кодом, а именно формой. Выбираете редактор. Редактор. Выбираете виджет текст. Виджет текст. Берете и вставляете этот виджет в нужное место. Весь текст на иностранном языке, это как образец. Удаляете. Выбираете. Выравнивание. Выравнивание. По центру. По центру. И дальше вам нужно вставить код, но следующим образом. Не просто в этот виджет вставить, а вверху раздел инструменты и исходный код. Нажимаете исходный код и вставляете сюда код. Нажимаете ОК. И после этого этот код преобразится именно в форму. Так. Виктор. Сергей, вы ролик сделаете, а то опять пол экрана видно. Да. Видео идет. Запись делаем. Так. Сергей, скажите, пожалуйста, а что с экраном на страничке воротка? Почему меняется с экраном на страничке воротка? Почему меняется и на сайте тема? Непонятный вопрос. С экраном на страничке воротка меняется. А. Если вы меняете тему, то тема меняется на всех страницах. Тема будет меняться на всех страницах. Если вы сделали две страницы, то при выборе темы будет смена одновременно всех страниц. Вот. Еще здесь можно подключить, кстати, такие модули. Вот здесь же в настройках сайта. В настройках сайта. Здесь есть JavaScript. Вот. Но здесь, конечно, надо будет уже отдельно посидеть, поизучать. Я уже с компанией связался. Как работать с этим JavaScript. Потому что, друзья, вот эту информацию вам не расскажет ни один человек. Потому что никто еще не занимается этим конструктором. По-моему, только у меня ролики есть про этот конструктор. больше никто. Я сам звоню в компанию, они мне говорят, что я сам продвинутый в этом плане. Кто разобрался. Так вот, с помощью вот этих JavaScript можно, скажем, оживить страницу. В этом случае, конечно, надо изучить язык JavaScript. Но весь его изучать не обязательно. Весь его изучать не обязательно. Потому что он очень большой, этот язык. Там много разных направлений. И вот для чего вот этот JavaScript. Вот замечали, наверное, некоторые сайты воронки есть. Заходишь на них. Выскакивает откуда-то сбоку, там, какое-то сообщение. Там, кликни сюда. Либо там, когда вы пытаетесь закрыть эту страничку. То выскакивает сообщение. Подождите, не уходите. А вы забыли там подарок. И так далее и тому подобное. То есть, вот эти эффекты делаются с помощью вот этого JavaScript. JavaScript. Ну, это попозже разберем. Потому что я сам еще не знаю. Мне в компании дали направление программиста. Ну, куда, скажем, копать. Я видел самые формы. Эти поп-ап. Называется поп-ап. То есть, выскакивающие окна. То есть, посидеть можно подумать. Этот код написать. В принципе, ничего сложного. Вся информация в открытом доступе есть в интернете. Как работать с JavaScript. Я вам примеры JavaScript. Я, кстати, накопал. Сейчас вам покажу. То есть, если есть желание. Вот, например. Example. Смотрите. Будет желание. Поковыряйтесь. Так. Ну, что. Еще есть вопросы. На сегодня. Как сделать, чтобы после окончания ролика. Что значит после окончания ролика? Угнил т 140. Анд année, норму сerna. Угнил. Угнил т 40 свет. И das 200 свет. Угнилтера. Вас往eds 193.